всем привет меня зовут юля попали на канал о германии путешествиях и о красоте и как вы поняли уже поначалу и по моему внешнему виду сегодня будет влог посвященный опять-таки хозяйству каким-то новым приобретением для хозяйства также будет распаковка с этой тема потому что в этот раз ссылка была небольшая не стала снимать отдельное видео так что обязательно оставайтесь со мной будем с вами вместе все рассматривать а и еще покажу вам свой подарок самой себе за то что я сдала на права так что давайте будем начинать и не будем затягивать и вначале я хотела вам показать свое новое постельное белье от марки CETSO вот так вот выглядела коробочка я вам здесь ставлю такую небольшую распаковку просто покажу как все было классно упаковано каждая отдельная часть в своем пакетике это постельная выполнена из стопроцентного хлопка что меня больше всего и привлекло естественно и у него просто невероятный сатиновый блеск то есть этот хлопок высшего качества у них на сайте просто огромное количество дизайнов я не знала куда смотреть и какое себе выбирать я для себя выбрала то есть на мои параметры моей постели подходит постельная 200 на 220 пододеяльник 40 на 80 наволочка наконец-то я нашла наволочку своего размера потому что на других сайтах очень часто нет именно 40 на 80 есть только 80 на 80 на огромные подушки и простынь то есть мой комплект состоял из четырех частей это пододеяльник наволочки и простынь простынь учтите что она без резинки то есть это одно такое большое полотно но она такая была огромная что я просто спокойно его аккуратно подвернула под матрас никаких проблем не возникло и думаю что она отлично будет держаться не будет нигде вылазить я вам буду здесь все отдельно еще показывать и показывать какие-то детали я специально здесь оставила одну наволочку чтобы показать вам ее поближе я выбрала постельное белье такого бежевого молочного ближе белому оттенку оттенка вот с такой вот потрясающая отделка я не знаю что это вышивка в общем подушка как вы понимаете вставляется вот в эту часть это отделка она как бы отдельно она дополняет такую эффект красивый делает у постельного мне очень понравилось посмотрите как все качественно выполнено просто вот не к чему придраться и да очень очень красивая это стопроцентный хлоп как я уже сказала даже сейчас покажу вам этикетку вот так вот эта марка называется и здесь написано размер 40 на 80 и здесь указано что это хлопок стопроцентный его можно стирать при 60 градусах и можно гладить в общем все что угодно только отбеливать нельзя но это я думаю и так понятно это постельное белье представлено только в германии во франции поэтому у вас есть классная возможность приобрести хорошего качества постельное белье я очень давно не встречала такого вот прям ну не знаю прям вот на века мне кажется это постельное я все думала выбирать не светлый оттенок либо выбрать что-то потемнее но я все-таки остановилась на этом потому что перед нашим переездом новую квартиру я хочу обновить вообще в целом постельное белье и там уже использовать ну какое-то более качественно во первых выбирать цвета которые будут хорошо смотреться в кадре в том числе это важно для моей деятельности и в целом я хочу чтобы в новой нашей спальне были была светлая спальня если в этой спальне у нас была черная кровать черный шкаф то в новой спальне хочу чтобы было все светлое все такое очень приятное и конечно же я не оставила вас без приятной скидки промокод юлия 20 дает скидку 20 процентов на любую вашу покупку я думаю что цена полностью соответствует качеству те дизайны которые там представлены вы можете выбрать абсолютно любые размеры то есть можно выбрать большие наволочки если они у вас например большие поэтому да я осталась довольна и могу вам от всего сердца порекомендовать эту марку решила вам тоже распаковку стема показать здесь потому что там всякая мелочевка но которая мне очень нужна поэтому не стала уже снимать отдельное видео думаю что мы в этом влоге все рассмотрим вместе с вами и первое это вот такая вот леечка мне нужна была лейка просто на балкон у нас на балконе спалилась ручка от лейки который уже был миллиард лет мне не очень нравится этот носик я его наверное уберу на фотографии на сайте вот так это все выглядело то есть она вот такая вот аккуратненько мне не так много растения на балконе здесь она рассчитана на литр мне кажется у нас примерно сейчас такая же мне понравилась такая аккуратненькая стильненькая достаточно ну и стоило конечно же копейки давно хотела попробовать раз уж я веду такой beauty больше канал это не знаю маска машина машина для того чтобы делать маски из различных компонентов то есть вы можете из чего угодно это сделать я сейчас не буду сильно распаковывать только покажу как она выглядит она очень маленькая кстати говоря я почему-то думала что она будет больше в наборе уже идут специальные таблетки с коллагеном и форма маски так я понимаю но это я уже наверное покажу в отдельном видео тоже она была со скидкой поэтому я решила попробовать здесь есть инструкция в общем надеюсь что я разберусь следующая это вот такая вот бутылка давно хотела и давно смотрела мне кажется еще на алиэкспресс я на нее все заглядывалась но никак в общем это ноутбук bottle видите какая она мне кажется очень стильно во-первых смотрится во вторых это супер удобно то есть чаще всего я ношу с собой сумки например планшет книжку и вот видите у нее такой формат плоский она тоже будет хорошо там как не знаю мне кажется это очень удобно класть ее именно в сумку в какую-то плоскую что вот эта огромная бутылка не торчала я кстати не знаю сколько здесь здесь 350 миллилитров мне этого будет достаточно откручиваются и не знаю мне кажется очень классно смотрится здесь у меня погнулась коробка раздавилась к сожалению но суть в том что я заказала снова вот эти вот типсы они как они называются софт софт нагель мне кажется так они еще кстати у меня матовые в этот раз то есть тот раз у меня были блестящие такие эти матовые и они очень очень коротенькие они все с французским маникюром как я и хотела потому что в принципе другой я и не хочу делать так что у меня да есть уже гель с помощью которого их нужно клеить и сушить в лампе они не клеятся с обычным клеем они клеятся именно с таким специальным гелем поэтому да буду делать мне они очень понравились до этого были просто длинные длинные для меня не очень подходит потому что они слишком длинные соответственно у меня кстати здесь не одно приспособление для волос я решила попробовать несколько вариантов может быть потом сниму какое-то отдельное видео где я буду делать какие-то прически с помощью этих приспособлений мне очень понравилась идея вот такого вот ободка я люблю ободки люблю убирать волосы особенно сейчас когда так жарко на улице мне понравился дизайн там было несколько цветов и видите там такие цепи даже вставлены и в чем смысл это ободок который вы надеваете я прям руссконародная царевна надеваете на волосы желательно тоже чтобы они были уже уложены можно и на прямые можно и на кудрявые мне кажется на кудрявых все смотрится лучше и этот платочек он продолжается то есть вы можете надеть например сюда и сзади еще на хвост и либо не знаю как-то переплести на волосах в общем на картинке я оставлюсь картинку чтобы вы понимали чем я говорю это смотрелось очень интересно поэтому попробую следующая тоже очень классная находка это вообще знаете такой мультиталент потому что эту штуку он даже не влазит себя в кадр ее можно и на не знаю на волосы и на шею в качестве аксессуара делать в общем в чем смысл на опять-таки на видео и на фото на темы я видела как так как-то перекручивают ее и затем продевают сюда платочек и как-то там его перевязывают тоже очень красиво там смотрелось тоже буду пробовать и покажу вам потом либо это опять-таки вплеталась волосы и вот этот платочек тоже там как-то переплетался с волосами не знаю на фото было очень красиво и очень так знаете не знаю интересное и не избита поэтому тоже попробую если понравится то тоже потом обязательно расскажу чехол для телефона мне почему-то он очень понравился и он выглядит таким вот образом луна и солнце не знаю как так мне он приглянулся мне показалось очень интересно смотрится и он такой ребристый манифест ее magic так что буду манифестировать себе волшебство так как я много читаю я уже давно закинула себе в корзину вот такую вот закладку можно это сказать вот так вот она выглядит здесь моя буковка буква ю меня пишется юлиас и и вы вставляете сюда в книгу например лист книги где вы остановились где вы сейчас читаете мне кажется это очень прикольно смотрится у нас такой в фетровой какой-то ткани сделано вышиты цветочки кстати говоря и вот сзади тоже так в общем мне понравилось мне точно пригодится и я решила что мне нужны вот такие вот пакетики я взяла сразу сколько здесь пять потому что так было дешевле думаю пускай лежат в разных сумках удобно это чтобы не забывать в общем вы сюда кладете зонтик у него кстати здесь широкое достаточно дно потом затягиваете в сумку бросаете и что дома можно посушить использовать естественно снова не нужно их выбрасывать конечно это можно сделать с обычным пакетиком но как-то так мне больше нравится но и здесь такой плотный пластик пусть будет они стоили тоже копейки и обязательно не пригодятся особенно осенью в германии с дождями все плохо так сказать я очень люблю кафе вот сюда когда вставляете сережку я даже думала проколоть но меня отговорили из-за того что ну якобы здесь долго заживает на этом хрящей это больно поэтому я пока отложила эту идею затею у меня есть из настоящего серебра сделано вместе с белого золота кафе их очень часто ношу иногда даже не снимаю на ночь и сейчас заказала себе вот такие вот ну под золото это естественно бижутерия потому что иногда когда я надеваю например золотые сережки вот эти вот основные там или под золото то здесь хочется что-то золотое еще повесить но у меня их не было просто именно в золотом оттенке вообще в целом не большой фанат золота в принципе именно такого желтого золота ну и в чем смысл просто берете немножко его растягиваете и вот на этот вот хрящик надеваете и вот так вот красивенько все это смотрится можно еще и выше надеть не знаю можно на оба уха я обычно надеваю только на одну сторону мне так очень очень нравится я здесь собираю небольшую посылку домой надеюсь что жена моего брата не смотрит это видео надеюсь но если смотрит то привет она занимается астрологией например профессионально этим сейчас занялась и она делает даже всякие карты для клиентов и так как она много всяких обучений проходит она не знаю смотрит постоянно какие-то курсы то я решила ей взять вот такой вот красивый и кстати очень качественно выполненный блокнот здесь на всякие астрологические штучки не знаю звезды и он сделал как более journal то есть он с такими точечками и здесь есть еще дополнительный кармашек здесь написать нужно имя в общем очень-очень качественно я переживала что думала что может быть придет какой-то не знаю поломанный погнутый но нет очень очень хорошо сделан плюс еще вот такие вот стикеры и заказала и когда клеишь они становятся такими знаете полупрозрачными здесь очень много и они все-таки интересные тоже такой астрологической темы я думаю что это ей добавит не знаю какой-то мотивации к дальнейшему изучению этой темы и вот такие вот декларки она тоже очень много читает и опять-таки тема астрологии но я думаю что его приятно такая мелочь в принципе я думаю что будет приятно получить что-то такое связано с ее увлечением на данный момент следующее это я заказала уже для себя я пишу в ежедневнике каждый день я планирую какие-то свои дела мне так проще ориентироваться в своем дне планировать свою жизнь и также я пишу дневник воспоминаний может быть расскажу об этом как-нибудь в другом видео и я постоянно не могу найти ручку постоянно кого-то надевается я взяла себе набор вот из таких вот ну можно сказать больших скрепок и выглядят они вот так вот вблизи то есть вы его крепите на обложку блокнота и чего угодно и вот сюда вставляется ручка то есть ручка всегда будет на блокноте мне кажется это очень удобно это удобно не только мне возможно школьникам такие штуки пригодятся либо каким-то офисным работникам либо тем кто пишет постоянно какие-то записывает планы встречи и так далее в ежедневнике мне кажется это полезно и последнее это всякие штучки для моей сумки от у меня маленькая сумочка это была награда за то что я сдала на права я решила себя порадовать и я очень давно ее хотела да возможно цена немножко переоценена эта сумка можно так сказать но не знаю мне она очень нравится поэтому сейчас очень модно всякие брелочки на такие сумки надевать я насмотрелась кучу рилсов и всяких разных тик токов роликов и прочего и я заказала себе пару таких интересных штук которые мне понравились чтобы может быть как-то интересно украсить свою сумку возможно мы с вами вместе это сделаем в общем сейчас очень популярны вот такие вот различные брелки на сумке они такие знаете полудетские особенно вот эта вот собачка она очень во многих брендах есть и намного дороже кстати сделаны очень качественно и прямо не придерешься то есть все очень ровно аккуратно возможно не только на эту сумку на какую-нибудь другую могу я повесить потом и вот такой мне очень понравился это ну как бы чехол для очков я вообще на него давно уже смотрю то есть не обязательно на эту сумку возможно я его приспособлю на какую-то другую то есть вот сюда вот вставляются очки вот здесь вот на переносице закрываются и вы вешаете это все на сумку и как бы на сумке они висят не в сумке не внутри мне кажется это очень удобно и последнее это вот такой вот органайзер тоже в эту сумочку мне кажется это супер удобно будет она будет держать форму и вот так вот он выглядит здесь много разных кармашков и вот такой я выбрала там было много всяких разных цветов и были большие размеры я сейчас думаю заказать себе большой размер у меня есть большая такая сумка из такого материала не знаю плащового можно сказать и она плохо держит форму и вот так будет супер удобно я тоже насмотрелась очень много видео где девушки вставляют вот такие вот маленькие и большие органайзеры и все так красивенько туда складывают в общем наверное мы с вами вместе мою сумку так организуем и покажу как это все будет смотреться на этом все распаковка окончена как я уже говорила не очень много в этот раз заказала надеюсь что вам было интересно полезно тоже ссылки все внизу оставлю но мы двигаемся дальше решила вам сразу показать мое приобретение это мой такой самой себе подарок за то что я сдала экзамен по вождению в общем это марка longchamp если я правильно произношу я заказывала ее онлайн и забирала в бутике который находится на кудами так мне было удобнее и быстро самое главное и это вот такая вот малютка сейчас вам покажу я очень давно ее хотела не знаю мне она очень нравится у вас может быть абсолютно другое мнение это только моя мамой вкус и мне кажется на супер универсальная я думаю что цена все-таки конечно же завышена за счет бренда но я решила себя порадовать давайте вместе распакуем я даже еще и и не убирала вот эту бумагу здесь еще есть визиточка где все расписано очень длинно вот и я сомневалась между трех цветов черный такой знаете цвет оранжевый светло оранжевый можно сказать горчичный и вот этот но потом я перебрала всю свою одежду которая буду носить осенью и может быть зимой тоже и и решила что вот такой оттенок мне подойдет наилучшим образом и она вот такая вот малышка часто я вижу в релизах как девушки носят ее вот так вот просто на руке это не всегда удобно и я решила сейчас будут вход пойдут покупки подешевле для такой можно сказать дорогой сумки и первое я вам только что показывала вот такой вот органайзер он как раз таки придуман именно для таких маленьких сумочек и давайте попробуем его туда впихнуть я надеюсь что он подойдет по размеру да он идеально подходит и видите сумка начинает держать форму видите она так стала выглядеть то есть здесь удобно все будет складывать давайте я пока ее застегну здесь такая красивая застежка у нее и на амазоне я себе взяла вот такой вот ремешок я уже соединила вот эти вот маленькие ремешки с большим и мне очень понравился понравились они в плане того что они очень удобно цепляются за сумку и такие ремешки не только на такую сумку можно использовать но и вообще на любую сумку где нет ремешков поэтому давайте вместе прикрепим вставляем вот этот крючочек внутрь ремешка и просто здесь вот зацепляем и как я уже сказала можно использовать куда угодно и получается вот так отдельно в longchamp эти ремешки не продаются у них есть такие похожие кожаные сумки они уже идут с ремешком вот такие вот маленькие сумки они достаточно бюджетные для этого бренда для них нет ремешков именно у longchamp я сначала хотелось купить у них ну то есть дополнительные эти ремешки но они их не делают покупайте дорогие сумки у них и тогда будет вам ремешок и получается вот такая вот уже crossbody сумка и это еще не все я как я уже вам показывала распаковки стема заказала такие вот всякие разные штучки но посмотрим что-то может быть прицеплю может быть нет вот кстати собака мне кажется немножко ошиблась я думала что она будет такого цвета возможно перезакажу вот такого слоник сейчас это супер модно то есть но для каких-то отфитов возможно не всегда опять-таки да то есть не с каждой одежды я буду цеплять этого слоника но допустим если какой-то спортивный костюм либо какая-то не знаю ненавязчивая такая у меня будет ненавязчивый такой будет аутфит то возможно это будет смотреться прикольно в общем я осталась очень довольна особенно сумкой и органайзером брюки конечно это баловство посмотрим может быть что-то буду цеплять по настроению но органайзер классный туда кстати очень много влазит я потому что сниму какое-нибудь видео я смотрела другие рилсы и всякие разные шорсы и девчонки заклали телефон и помаду и карточки не знаю кошелек и все туда влазит в общем я осталась очень довольна ну что друзья как вы наверно уже поняли мы сегодня с вами будем готовить ужин и полезный ужин на пару я бы хотела показать посмотрите в альде нашла такое масло которое с дозатором оно так круто распыляет и это оливковое масло до этого я видела обычное подсолнечное мне понравилось здесь написано спрей обязательно себе еще куплю называется марка бертолли и прям вообще вот оно идеально распрыскивает я им постоянно сейчас пользуюсь когда что-то жарю яйцо например если я хочу пожарить либо там сбрызнуть форму идеально не переборщить в общем очень классная штука для нашего обеда вернее ужина уже нам понадобится брокколи лимон соевый соус и меня был остаток кабачка ну и конечно же самое главное это филе лосося у меня было заморожено я разморозила и промыла сейчас все это уже готово для начала нам нужно немного полить соевым соусом так написано в рецепте поливаем далее нужно немного посыпать перчиком но это как кому нравится можете какие-то другие приправы добавить нужно будет положить дольки лимона сверху но это уже когда я буду его класть в кастрюлю сейчас покажу как я буду его готовить кстати говоря это новое приобретение на кухне у меня и я здесь немножко переборщила слишком много нарезала лимона но вообще нужно полить сверху лимонным соком еще так и пока все это отложу в сторонку так и покажу вам самое главное у меня появилась вот такая вот новая штука заказала на амазоне вообще в целом заказывала ее именно ради пароварки такой но в целом как я понимаю это просто электрическая сковорода кастрюля пароварка все в одном давайте вместе распакуем я еще даже не открывала так только посмотрела в общем в чем смысл давайте откроем я выбрала бежевую на сайте есть еще красная есть черная и по моему еще какая то есть так здесь у нас идет инструкция инструкция и рецепты этот рецепт в сайте который я сейчас буду делать я нашла именно здесь потому что здесь классные есть рецептики всякие разные полезные вот и здесь написано инструкция что он может эта штука может все она может и фритюр делать и жарить и парить в прямом смысле этого слова причем и что еще здесь где-то немецкий был язык да вот здесь она может еще варить просто варить например макароны не знаю в общем все что угодно на ней даже можно делать стейки вот так что давайте будем распаковывать здесь идет в подарок такая вот штучка лопаточка кстати очень прикольно удобно это то ради чего я заказывала то есть это насадка на эту кастрюлю с помощью которой можно жарить или вернее варить все на пару вот здесь еще дали такую губку в подарок видимо тоже чтобы мыть было удобно собственно сам прибор давайте я сюда уберу выглядит это вот так мне кажется кстати выглядит очень 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 так презентабельно видите она такая совсем небольшая это мне кажется идеальная находка для тех у кого проблемы с плитом либо для студентов для каких-то либо кто живет один и я буду ее использовать вот так сверху надевается эта насадка для пароварки и все и вы можете готовить здесь все это переключается то есть вот здесь на самой ручке есть переключатель то есть вы вставите на самую высокую офф он и так далее вот так что выглядит это все вот так берем шнур подключаем так все я ее сполоснула она кстати уже нагрелась практически за секунду просто и здесь вот получается если я вот так сделаю это будет офф на на один огонечек она не сильно жарит и на второй наверное сильно как я понимаю давайте поставим на второй теперь нам нужно налить сюда воды вообще в самом рецепте было так что вы наливаете воду и просто на этой воде как бы парите лосось но так как я хочу сделать с брокколи я решила почему бы не положить туда брокколи я думаю что ничего от этого не изменится особо я надеюсь по крайней мере то есть я буду варить брокколи одновременно делать лосось на пару так давайте немножко я посолю и добавим сюда брокколи наш брокколи буду добавлять я буду немножко их тоже разделять на соцветия еще больше чтобы они не были такими гигантскими потому что я не очень люблю такие огромные брокколи вообще брокколи в целом люблю поэтому для меня есть их не проблема так брокколи внутри вода уже сейчас мне кажется через не знаю очень быстро закипит да сверху кладем вот эту нашу парварочку и выкладываем наш такой маринующийся лосось я надеюсь что он висит влезет у меня всего 4 кусочка я думаю что да может быть и нет вдох влезет вот так также сверху еще можно положить лимон так стоит в нашем рецепте все это накрываем крышкой я еще хотела туда остатки кабачка положить но мне кажется это будет цуфиль она не пропечется я думаю но я сейчас его просто поджарю либо потом после этого мы еще с вами попробуем пожарить на ней в общем оставляю написано что минут 10 должно все это готовиться и готово здесь тоже есть дырочки через которые будет проходить пар попробуем вот марка ауде кук называется ну что друзья пока я тут ходила все делала и уже все готово очень очень быстро сейчас вам покажу я думаю что брокколи даже немножко я передержала и оказалось что это супер удобно и сейчас все это аккуратненько я красивенько выложу на тарелку и покажу вам что в итоге-то получилось а брокколи вот так и она еще туда наверное капал сок от лакса я думаю что будет вкусно и очень очень полезно сейчас все покажу давайте будем вытаскивать их ложечкой я тут пробовала один ну то есть смотрела готов он или нет уже так как это сделать только аккуратненько так чувствуете прям здоровье от тарелки вот так это красивенько выглядит и давайте уже для чистоты эксперимента я вам говорила хочу попробовать еще на ней пожарить я конечно могла это отдельно пожарить где-нибудь на сковородке но давайте пожарим все-таки эти остатки мои кабачка на вот этой вот штуке не знаю как это назвать вот кстати этот спрей немножко хочу вот так сбрызнуть и сверху просто буду выкладывать вот так вот хочу немного их обжарить даже не хочу их прям вот дожаривать да прям до супер готовности до какой-то конечно она небольшая что не очень много влезет я хочу посыпать сверху чесноком вот тоже кстати присмотритесь это очень-очень классная приправа я и все посыпаю сверху немножко чесночка накрою пока пусть немножко пожарится вообще пока вот жарятся кабачки хотела вам сказать что я ее заказывала по большей мере ради пароварки потому что я хочу снова более правильно питаться я ее стараюсь сделать но не всегда получается это очень удобная штука и вообще она к ней ничего не пригорело сейчас я просто сполоснула под краном и все и как я уже сказала это очень удобно плюс иногда я даже не хочу брать сковородку ну в плане того что не знаю для меня это сложно я люблю какие-то простые вещи только тогда я буду соблюдать вот этот вот режим те же самые макароны ребенку сварить прям тут же в этой же кастрюльке там буквально пару штук я не знаю я читала там рецепты там можно и пожарить стейк даже в общем это одно и второе на всякий случай потому что как я уже говорила не раз уже в своих видео что скорее всего мы скоро переедем и вопрос кухни еще открыт то есть мы ее примерно уже с ней определились но не известно когда она будет готова и чтобы у нас был запасной вариант вот это кстати наш запасной вариант на всякий случай пусть будет в большей части конечно же как пароварку плюс еще у нас есть мечта поехать на кемпере в кемпинг ну то есть арендовать такой маленький бусик в котором можно жить и это тоже как вариант как вариант плиты такой походной чтобы можно было готовить на улице в этом кемпере где угодно мне кажется это суперская вещь не знаю я очень довольна посмотрите какой он классный я еще выбрала такой цвет надеюсь что у нас кухня будет тоже такая светлая но не надеюсь я стремлюсь к этому он вообще кстати вот с этой стороны он как будто бы не горячий а хотя он прям сильно жарит в общем мне нравится сейчас дожарятся мои кабачки и покажу вам уже мое блюдо мой ужин можно так сказать и вот так вот друзья выглядит мой ужин чаще всего я стараюсь именно так питаться именно вечером побольше клетчатки и какой-то белок то есть желательно без углеводов в таком случае у вас фигура будет улучшаться только не ухудшаться я думаю что это очень вкусно я добавила еще здесь чесночный соус к рыбе будет идеально давайте друзья попробую вместе с вами перфекто это очень вкусно очень советую давайте кабачок немножко аль денте с ароматом чесночка это очень вкусно классная штука реально я все это приготовила если бы я не снимала сейчас видео я бы наверное минут за 15 это все сделала это очень вкусно советую ссылку на этот прибор оставлю в описании переходите смотрите он абсолютно недорогой и мне кажется многим пригодится ну и наверное последнее что я хотела бы вам сегодня показать это вот этот вот пылесос он беспроводной как вы видите это не дайсон но с виду очень сильно похож на него у него выдвигается здесь еще делается длиннее сама вот эта вот штука сейчас и как вы видите на стену крепится здесь вот такая вот станция как бы можно сказать здесь запасной фильтр здесь еще одна насадка есть еще одна насадка где-то в полке лежит и сама вот блок питания он там внизу вставлен в розетку и вот так вот просто когда вы использовали его вот сюда его вставить и все это у нас единственное такое место удобное возле двери в коридоре и в коридоре чаще всего я и пылесошу потому что здесь то песок ребенок с детской площадки принесет то еще что-то в общем мне кажется это вообще лучшее что можно было придумать для хозяйки для дома это так удобно особенно если у вас небольшая квартира его хватает на час зарядки я его покупала на амазоне здесь несколько скоростей три по моему да самая первая вторая и третья еще есть здесь вот такая вот насадка она супер такая подвижная ей очень удобно подлазить какие-то места он очень легко отстегивается то есть вы можете его отстегнуть от основания и вот здесь вот собирается мусор вот видите здесь у меня есть немножко земли почему-то почему у меня там земля непонятно в общем и сюда прикрепляются другие насадки можно пройтись там и в диване где-то вот в этих вот сгибах и в углах везде и там такая широкая насадка чтобы проходиться по каким-то не знаю другим штукам это очень удобно вот например одна из них которую я часто пользуюсь как я уже сказала на диване она вставляется очень просто вставляете здесь можете регулировать либо с щетиной либо без щетины в общем да мне кажется это суперская находка у нас есть пылесос который работает от сети он стоит на балконе я сейчас вообще не пользуюсь это так облегчает жизнь мне не нужно идти за ним на этот балкон тащить его включать розетку потом таскать его по квартире этим я пылесошу все за 15 минут и я вообще ну то есть я каждый день пылесошу сейчас иногда мне было неохота а потом там на кухне где-то тогда потом соберу сейчас просто это вообще лучшая находка так что тоже очень советую ссылку оставлю если найду я вот достаточно давненько уже приобрела надеюсь что он еще есть в наличии и так на эту кнопочку мы нажимаем и здесь будет видно сколько заряда осталось сейчас у меня 60 и вторая кнопка отвечает за скорость то есть то есть получается здесь три скорости обычно палас и какие-то ковры я пылесошу на третьей скорости если по полу где-то какие-то маленькие крошки то и первая засасывает ну в принципе первая все засасывает просто мне кажется третья мощнее если прям совсем грязно все то ее включаю так что да это очень классно и вот видите здесь собирается пыль там можно вытащить и фильтр например промыть его не например его нужно промывать и в общем все это достается очень очень просто просто на кнопочку нажимаете я обычно над мусорным ведром это делаю и оно сразу в мусорку падает в общем да для меня это очень классная находка особенно для тех у кого есть дети кошки собаки просто я даже я вот сейчас себе не представляю как мы жили без этого пылесоса как я постоянно таскала этот проводной пылесос в общем без него теперь уже никуда ну что ж друзья это мое наверное уже последнее включение мне кажется влог получился слишком длинным к сожалению или к счастью не знаю но мне кажется он достаточно полезный с полезными находками для дома надеюсь вам было интересно ну и самое главное конечно же полезно если это так то обязательно ставьте пальчики вверх подписывайтесь конечно же на мой канал пишите комментарии я всегда рада обратной связи все полезные ссылки на все что я сегодня показала оставлю в описании как обычно так что переходите смотрите пользуйтесь радуйте себя до новых встреч в новых видео пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч